Всем привет! С вами... Мне снег попал в рот. С вами Russian with Dasha. Я нахожусь в Новосибирске. Это мой родной город. Я здесь родилась. Этот город находится в Сибири. Я надеюсь, что меня слышно. Сейчас очень сильный ветер, идёт снег, я иду вдоль дороги, но просто хочу поделиться своими первыми впечатлениями. Я прилетела вчера вечером. Разница с Москвой 4 часа. Лететь на самолёте из Санкт-Петербурга в Новосибирск тоже 4 часа. Я приехала в гости к родителям на 6 дней, и первыми меня встречали наши домашние животные. Собака чуть не съела меня от радости. Кошка была более флегматична. Попугай вообще, по-моему, меня не узнал. Ну, ему уже много лет. Он живёт у моих родителей уже 14 лет. До этого он уже был взрослый, когда его взяли. Поэтому я даже не знаю, сколько лет этому попугаю. Его зовут Гоша. Вот. Собаке 12 лет, а кошке 8. Я сейчас иду по делам. Мне нужно кое-что отдать. И заодно я с вами хочу поделиться своими впечатлениями. Чтобы добраться до центра города, нужно сначала проехать примерно 20 минут на автобусе, и потом ещё ехать на метро. И первая крайняя станция метро – это метро Площадь Маркса. Площадь Маркса – это вообще регендарная станция. Раньше на ней был расположен рынок. И 90-е магазинов, супермаркетов, моллов, конечно, не было. Были только гастрономы, рынки, ну и какие-то частные небольшие магазинчики. Всю одежду мы покупали на рынке, и рынок работал в любое время года, даже зимой. И представьте, если, например, зимой понадобилось школьнику купить брюки. Мы приезжали на рынок, подходили к нужному ларьку. Я даже не помню, как это называлось, отдел на рынке. И прямо там можно было померить брюки. Просто брали обычную картонку, клали её на пол. Ты снимал ботинки в 30-ти градусный мороз, снимал штаны. Ну, конечно, была специальная типа примерочная за шторкой. Вот. И в мороз мы так учились быстро снимать и надевать одежду. Сейчас Площадь Маркса выглядит совершенно по-другому. Там построили несколько торговых центров, но там всё также стоит недостроенная гостиница. Этой гостинице уже, наверное, лет 30, если не больше. Её построили, когда я ещё была ребёнком, и её по какой-то причине не достроили. По-моему, там пошла трещина в фундаменте. И, в общем, эта гостиница до сих пор стоит недостроенная. Её и разбирать дорого, и достраивать нельзя. Поэтому на её фасаде просто размещают разные объявления. Что ещё интересного я заметила? Я зашла в магазин, чтобы купить карту памяти. Когда вышла, направилась в метро, увидела возле метро женщину с табличкой золота. Было ощущение, что всё ещё 90-е годы можно подойти к этой женщине, принести ей какое-то своё золото. Она тебе даст за него деньги. Метро в Новосибирске маленькое, если сравнивать его с метро Санкт-Петербурга или Москвы. В нашем городе расположен самый длинный метромост в мире. Я вам сейчас его покажу. И также хочу сказать, что в этом метро, это метро не глубокое, то есть эскалаторов практически нет. Только на нескольких станциях есть эскалаторы. В основном это просто лестницы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я подошла к легендарному месту, оно выглядит не очень приглядно снаружи. Вот фасад. Это кулинарная школа базилик. Это школа, которую открыли мои друзья. Я тоже участвовала в организационном процессе и даже провела несколько мастер-классов на английском языке. А здесь расположен вход доставки еды тут вам вот. Это тоже доставка моих друзей. Заказала под тай с креветками и напиток. Очень вкусно. Всем рекомендую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух ты! Как здесь симпатично. Я приехала на площадь Ленина. Это главная городская площадь. Я почему-то забыла о том, что недавно был Новый год. Смотрите, здесь все украшено. Какая елочка симпатичная. Точно, здесь же каток. А я забыла. Пойдемте посмотрим. Это театр оперы и балета, который сейчас называется «Новат». О, тут еще не до конца убрали снег. А люди уже катаются. Я несколько раз ходила в этот театр, смотрела балет «Спящая красавица». По-моему, еще смотрела щелкунчик. Но это было в детстве. Когда я училась в школе, мы часто приезжали сюда, на площадь Ленина, чтобы провести время, погулять, может быть, даже познакомиться с кем-нибудь. Здесь всегда было много молодежи. Сейчас вам покажу памятник Ленина и памятник рабочему и колхознице. Вот Ленин стоит. И за ним рабочий и колхозница. Это здание мэрии Новосибирска через дорогу в здании краеведческого музея города Новосибирск. Это музей, который можно посетить, чтобы узнать об истории края, истории Новосибирской области. Там, по-моему, даже есть чучело мамонта. Мне очень повезло с погодой. Несколько дней назад было минус 40 градусов, сейчас минус 5. Точно такая же температура, как в Карелии. Если вы не смотрели мое видео о Карелии, точнее два видео, ссылки появятся в углу экрана. Сибирская романтика. Сцена оперного театра была самой большой в России, и реквизит для оперы Аида не помещался ни на одной другой сцене России. Пока я жила в Новосибирске, я этого не замечала. Но сейчас я приехала из Санкт-Петербурга и сразу заметила, что очень много парней носят спортивный костюм. И сейчас в метро видела несколько таких пар. Девушка в платье, нарядная, молодой человек в спортивных штанах, спортивной куртке. Это не гопники. Нет, это просто обычные парни, которые любят быть на спорте. Центральный парк. Я заметила, что в Новосибирске почти все люди в метро носят маски, тогда как в Санкт-Петербурге примерно половина людей в метро едут без маски. Новосибирцы молодцы. У меня ничего нет, друзья. Ух ты, какой модный. Ей-ей, отстаньте, у меня ничего нет. В теплое время года в этом парке работают аттракционы. Можно покататься на американских горках. В Америке этот аттракцион называется «Русские горки», а у нас американские. Я вижу белку. Вон она за деревом. Какая красивая. Это аллея Красного проспекта, самой длинной прямой улицы в мире. Вот это здание горного института. Я туда ездила к своему научному руководителю, когда писала диплом. Это Новосибирский государственный медицинский университет, который выпускает будущих докторов. Вот. Здесь написано «Промстройпроект». В общем, вот она, самая главная улица Новосибирска. Не помню, сколько километров она протяжённостью. Я об этом уже рассказывала в своём подкасте, который называется «Russian with Dasha». Ссылка внизу, в описании. Недалеко отсюда раньше находился модный клуб, который назывался «Рок Сити». Мы туда ходили 18 лет. Напивались. С тех пор стараюсь не мешать коктейли. Я уже выгляжу, как снегурочка, волосы и ресницы в снегу. Здание, где раньше находился клуб «Рок Сити». Не знаю, открыт ли он сейчас. По-моему, его уже закрыли. Государственный университет архитектуры и искусств. Доска почёта. Почётные граждане Новосибирска. Разные учителя, полицейские, директора. Голуби решили унести ребёнка. А это стенд с героями Советского Союза, которые жили в Центральном районе. Это фонтан. А рядом вы видите часовню. Она стоит на Красном проспекте. Об этой часовне я также рассказывала в своём подкасте, который называется «Я сибирячка». Послушать очень интересная история. Друзья, были очень холодные дни, и моя камера просто не справлялась с морозом. Поэтому я мало снимала. Была занята семейными делами. Вот. И сейчас я на набережной решила показать вам самый длинный метромост в мире. Вот это метромост, а это набережная реки Опь. Сегодня чудесная солнечная погода. Очень классно. Немного морозно, но солнышко греет. Чувствуется, что скоро весна. А вот так выглядит ледяная горка. Город Новосибирск – это индустриальный город здесь. Раньше было очень много заводов. И также есть несколько хороших университетов. Например, технический университет, в котором я училась, государственный университет в академгородке, медицинские, экономические. Моя поездка в Новосибирск получилась очень семейной. Я провела время со своими родителями, встретилась с несколькими друзьями, и завтра я уже улетаю обратно в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург